Вместе на этот турнир с Анатолием Карповым отправляется Михаил Таль. Чемпион мира уже в программе «Время» рассказывал о своем участии в этом турнире. Ну, а каково мнение экс-чемпиона мира? Конечно, открывающийся в Монреале турнир, турнир, который сами канадцы называют, так сказать, несколько по-хоккейному, турнир звезд, правда, не Нхайла Фиде, обещает быть очень интересным. В составе 10 гроссмейстеров, причем гроссмейстеров, которые имеют имя. Кроме трех советских шахматистов, Карпова-Спасского и Таля, будет играть Спортиш, Ларсен, Тимман, Любович, Хюбнер. Ну, в общем, все, так сказать, шахматисты первой обоймы. Турнир интересен и тем, что вот сейчас гроссмейстеры собираются, так сказать, без отбора, в два круга, просто поиграть в шахматы. И определенную пикантность придает то обстоятельство, что все 10 принимают участие в системе розыгрыша первенства мира. Анатолий Карпов вступит в борьбу в 1981 году, когда ему нужно будет защищать корону. Борис Спаский в 80-м на матче претендентов. Семеро участников будут играть в межзональном турнире. А Роберту Хюбнеру предстоит еще играть в зональном, но, вероятно, он там имеет очень большие шансы на успех. Так что это одна из генеральных репетиций перед крупными официальными соревнованиями системы первенства мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова